Добрый день дорогие братья и сестры. Продолжу серию публикаций о женщинах, о стыдливости и о современном обществе. Может быть кому-то это и будет интересно. А если интересно, подписывайтесь на мой канал. Все ролики идут с продолжением. И стараюсь делать короткие ролики доступным языком, чтобы люди успевали посмотреть, послушать. В принципе можно слушать и не смотря, и смотреть не слушая. Стараюсь выкладывать красивые виды острова Корфу, Святой Горой Афон и других интересных мест. Ведь в окружающем нас мироздании Господь премудро определил каждую вещь и свое место. Поэтому мироздание цельно и гармонично. Так и в семье каждый из супругов имеет свое место и назначение. Ты привыкла к тому, что тебя сейчас окружает, но в настоящее время многие понятия смещены и искажены. Искажение внешнего вида, мужская одежда, короткие волосы, мужская стрижка, штаны, разрушительно влияет на внутренний облик женщины. Джинсы, кроссовки, майка, точно такая же как у мужчины. И это ведет в свою очередь к ссорам на устройство нарушения мира и правильного естественного положения супругов в семье. И женщины постоянно бьются за справедливость, равноправие. И делом непозволительным обещанием является то, что часто современная женщина одевается в мужскую одежду. Между тем, 62 правилом 6 Вселенского собора святые отцы строго определяют. Никакому мужу надеваться в женскую одежду, ни жене в одежду мужа свойственного. Нарушающие это правило, миряне отлучаются от общения церковного. И несмотря на то, что это комфортно и удобно, но правило есть правило. И правило никто не отменял, даже как и Евангелие. И женщина не должна стричь свои волосы. Святой апостол Павел говорит, что если женщина растит волосы, для нее это честь. 1 Коринфянам 11.15 Женщина должна покрывать свою голову. Всякая женщина, с ней не покрыта голова, повстажает свою голову. Ибо это тоже, как если бы она была обритая. 1 Коринфянам 11.5 О значении головного покрова для женщин святой апостол Павел говорит в 1 Коринфянам 11 глава 8-10 стихи. Но я живу в Греции, здесь не принято ходить женщин с покрытой головой. И этому есть основания. Когда турки захватили Грецию, где 400 лет влавствовали и управляли всей страной, женщины видели турчана, ходящих в пинжабах, в головных уборах, покрытой головой. И в церковь, и в магазин, и на базар. И в других местах, где они срывали себе платки, топтали их ногами. И говорили, мы не турки, а мы греки. И до сих пор в Греции женщина ходит с непокрытой головой в церкви. Но это историческая особенность турецкого владычства над Грецией. Также то, что они очень таким коротким крестом крестом, маленьким на передней части груди, на верхней части груди. Так крест быстренький делают. Тоже 400 летом отрубали руки, когда видели человек. Креститься, им отрубали руки. И чтобы продолжать креститься и скрыть от окружающих, они старались делать, как почесываются, как легкие взмахи такие рукой, чтобы не успели заметить. Но они продолжали оставаться ортодоксальными христианами. Характерно то, что до Октябрьского переворота 1017 года женщины в общейственных местах были всегда с покрытой головой. Следует заметить, что духовно-райственное падение женщины активно началось с 20-го года 20-го столетия, когда начали упраздняться и выходить из употребления головного убора благопристойная одежда, и появилась свобода половых отношений и все прочее, о чем есть ролики на моем канале, на которые рекомендую подписаться, о Октябрьском перевороте, о наследственности и о многих других делах, что вытворяли большевики с церковью и с русским народом, «Легион, имя тебе» и другие ролики, что можно найти на моем канале, на который рекомендую опять подписаться, простите за повторение. И также будет известна уже нашла свидетельствует нам история. В жизни святой мученицы Арефы 6 ноября повествуется следующее. В VI веке по рождестве Христовом нечестивый царь Дунаан обманом захватил христианский город Негран в Аравии и потребовал от жителей отречься от веры во Христа Бога. Христиане отвергли нечестивые требования. Среди жителей города была молодая знатная вдова-христианка. Дунаан повелел снять с нее головной обор и с распущенными волосами водить ее по городу. Время шествия ее по городу с обнаженной головой, взиравши на нее, женщины сочувственно плакали. Таким образом, видишь, даже обнажение головы для женщины раньше являлось позором и бесчестием. В наше же несчастное время современная женщина воспринимает головной платок, кстати, так вот целомудривающей женщину, как предмет мракобесия и фанатизма. Очевидно, ты боишься, что если покроешь голову платком, всем откроется, что ты христианка ходишь в церковь. И как я рассказывал в одном из своих роликов, ребята, молодые, парень с девушкой сняли квартиру, поставили иконы, позвали священника освятить ее и жили там. И позвали друзей с работы прийти к ним в квартиру, в гости. Пришли друзья такие же молодые, веселые, и говорят, ну что, у старушки церкви квартиру снимаете, вон иконы стоят. И сейчас молодежь очень негативно к этому относится. Еще когда жил за полярным кругом в монастыре Теревонопеченском, это было примерно 2010-2014 год, ездили в Норвегию охранять прихожан, приходы православных. И в Норвегии дети, кто носил крестики нательные, к ним уже относились как умственно отсталым, к таким людям, которые живут в прошлом веке, к анахаретам. Их родителям, и зная, что ходят в церкви, тоже так, то есть отношение было очень негативное. Но, разве кто боится исповедовать Господа, как Господь Евангелие говорит, то отречется от меня в мире, от того и я отрекусь. Господь исповедуется перед ангелами Божьими тех, кто исповедует его перед людьми, от Луки 12.8, а те, кто отвергается его перед людьми, кто отвержен будет им перед ангелами Божьими, от Луки 12.9. Поразительное стремление современной женщины к обнажению. Сейчас женщина прибегает к одежде того, чтобы не столько прикрыть свою наготовку, сколько, наоборот, обнаружили ее. Одежда женщины часто весьма прозрачна, или явно выделяет форму тела. И здесь, на Корфу, где я живу, в мочистве для Спиридона, и в храм ходят в шортах, которые по размеру меньше, чем обычные трусы, и декольте такое, что все вываливает с открытыми животами, руками. И приходится в самое жаркое место убегать на Святую Гору Афон помолиться, что здесь же невозможно находиться. Не говоря про пляжи и берега моря, по городу невозможно находиться, сплошные полуголые тела, две узкие полоски ткани и сплошное обнаженное тело. И ведь в последнее время, уже с ранней юности, девица теряет, естественно, стыдливость женского пола, усваивая добрая жизнь в свойственном мужчине, стремится к крайней самостоятельности, теряет девственную чистоту, спокойно, без головного, без напряжения, и не понимает даже, что она теряет самое важное в своей жизни. Говорит дерзкие слова матери, желает избавиться от попищения неотца, и, наконец, в итоге охлаждается к церкви. Юная дева, у тебя с 12-13 лет уже накрашены губы, накрашены глаза, сделан макияж. Зачем? Ты торопишься встать взрослой. В жизни все должно быть в свое время и на своем месте. Недозревший плод, если преждевременно срывается с дерева, то выбрасывается и пропадает. Помни об этом. Украшай свою душу добрыми христианскими качествами, возрастай благоразумие и саламудрии, ибо ничто не украшает агюнного возраста, как венец саламудрия, говорит святитель Иоанн Златоуст. С каким легкомыслием девица, желая поскорее выйти замуж, рано теряет девственную чистоту, хранит деятельность до венца, не спеши замуж, не бойся, что юношу не понравится, вот слишком саламудренный вид. Одно плоское влечение, без общности веры и единения душ, очень непрочное основание для будущего создания семьи, на одной психологии, далеко не уедет, жена должна быть другом, должна быть единомысленно с тобой, и должна вместе в церковь ходить, и фильмы смотреть, и книги читать, и в одном духе находиться. И по этой причине, по физическому влечению, создаются семьи, сейчас еще многие семьи распадаются. Женщина должна помнить, что растленный внешний вид матери, расливающий действия на детей, когда вырастут дети такой матери, она не возрадуется в них, потому что увидит плоды своей беспечной жизни, и тогда пожнет горе и слезы. И ты, почтенная старица, зачем стесняешься своих сидин, серебрисом овалом, так украшающих твое лицо, постоянно подкрашивание волос, макияж, маникюр, ведь неразумно и погрешительно поступают те женщины, которые стесняют свое пожилого возраста, как каждое время года имеет свою особенную красоту, так и каждый возраст человека имеет свою неповторимую красоту, свое достоинство. Посмотрите внимательно, дорогие братья и сестры, мы живем очень короткий период времени, как псалмопевец Давид сказал, 70-80 лет от силы, а дальше, а дальше вечность, дорогие братья и сестры, во-первых, во-вторых, если жизнь здесь с Богом в мире, то и здесь жизнь будет раем. Помоги нам гости, дорогие братья и сестры, пишите, звоните, все из-за описания, телеграм, ватсап, постоянно работают, номер телефона, указано в описании, МТС, Россия, если кто-то захочет пожертвовать немножко, так как живу давно уже только за ваши пожертвования, можете перевести деньги на номер телефона МТС, какую-то копеечку, хотя бы рублей 30, или на карту Сбербанк, которая к этому номеру привязана, ангелохранительная, эмира, все дорогие братья и сестры. Продолжение следует.